В уходящем году репортажи из Сирии в выпусках новостей появлялись не так часто, как раньше. И это отличный знак. Остатки боевиков атакуют всё реже, количество вооружённых столкновений снизилось в разы. Сирия отошла от края пропасти. Опасность создания исламского халифата миновала окончательно. Башар Асад, которого так хотели убрать американцы, сохранил пост главы государства. Сирия сберегла свой суверенитет и независимость. Для США это неприятный урок. Для мира сигнал. Работает новый центр силы – Россия. Не замечать этого факта уже не получается. В ноябре, благодаря усилиям российской дипломатии и военных, удалось предотвратить столкновения военных Турции и Сирии. При этом американцы с севера Сирии просто драпали. Побросав свои обустроенные базы и союзников курдов на растерзание турецкой армии. 27 декабря командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко подвёл итоги года. Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией Заефрата. В том числе блокирование района проведения операции «Источник мира», совместное российско-турецкое патрулирование с привлечением подразделения военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию. Территория под контролем сирийской армии значительно увеличилась. Наконец удалось войти в Раку, превращённую американской авиацией в руины, и хоть как-то помочь мирным жителям, что бедствует без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и медпомощи. Ну а если ещё вспоминать, то в августе нашу авиабазу «Хмеймим» атаковали шесть боевых дронов. Все сбиты. Спустя месяц неизвестные беспилотники ударили по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Американские системы ПВО дроны пропустили, даже не заметив их. Оказалось, что проданное Саудитам за бешеные деньги американское оружие бесполезно. Ну и вернёмся к Сирии. О том, что там сейчас. Евгений Давыдов. Российская военная полиция входит на бывший опорный пункт армии США. Совсем недавно там размещались около сотни морских пехотинцев. Сегодня въезжают тайфуны и тигры. Провинция Рака, населённый пункт Теля-Самин. В опорный пункт американские военные превратили пустующую школу. Во дворе стояли хамеры и другая техника. Спецназ занимает ключевые точки. Осматривается на местности. К работе приступают сапёры. Территорию зачищают. После этого на базу заходят основные силы. Триколор на крыше, как обозначение присутствия. Очередная важнейшая точка. В провинции Рака под контролем российской военной полиции. Перекрёсток жизни. Здесь сходятся дороги Валькамышлы, Кабани и Дерезор. До самой Раки всего 26 километров. Будем обеспечить патрулирование и выполнять задачи по обеспечению безопасности мирных жителей. Что такое безопасность за годы войны, жители провинции уже забыли. Это центр Раки. Здесь не работают сапёры. На улицах не встретишь полицейских. Большие буквы на английском. Признание в любви под слоем пыли. Цинично. На фоне того, что стало с городом после бомбардировок коалиции. Тысячи погибших от ракет и снарядов. Мы боимся. Везде боеприпасы. Вот видите, гранаты валяются. Они повсюду. Их никто не убирает. На съёмке 15 минут, не больше. В городе всё ещё остаются сторонники террористов. Заезжать в центральные районы Раки опасаются даже вооружённые курские отряды самообороны. Символ Раки – пшеничный колос. До войны город кормил хлебом всю страну. Сегодня все поля в сорняках. Огромные элеваторы стоят пустыми. Вдоль главной дороги открыты первые лавки. Но покупателей почти нет. Люди лишь там, где продают лепёшки и старую поношенную одежду. Мирные жители приходят на эти руины, чтобы найти то, что можно продать и выручить хоть какие-то деньги. Найти работу в Раке сегодня практически невозможно. Впрочем, из разрушенных домов всё ценное давно уже вынесли. Остались только бетонные сены. Это наш дом. Мы здесь живём, а там живут мои друзья. Дом, где живёт Хасан, и домом назвать трудно. Верхний этаж разрушен ударом авиабомбы. От школы, куда он ходил вместе с друзьями, остался лишь забор с рисунками, как напоминание о мирной жизни. Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей, и все они хотят жить в мире. После того, как бывший опорный пункт в Тель-Ассамине покинули американские военные, зона ответственности российских патрулей выросла на сотни квадратных километров. А это десятки населённых пунктов. Все передвижения мобильных групп под прикрытием с неба. Несколько лет по этим дорогам боевики подвозили в свою столицу подкрепления и боеприпасы. И вывозили награбленное нефть и зерно. Присутствие американцев им не мешало. Как на севере страны сегодня относится к коалиции, видно на этих кадрах. Сирийские военные не дают проехать колонии американской бронетехники недалеко от города Эль-Камышлы. Представить такое ещё совсем недавно было невозможно. Сейчас под охрану российской военной полиции переходят новые объекты и направления. Колоннам под звёздно-полосатым флагом приходится искать другие маршруты. Евгений Давыдович, Ярослав Борисович, Владислав Мирзаян. Свесть недели из Сирии.